Дорогие зрители, я приехала в торгово-культурный комплекс Кастро в Хайфе. Я снимала вам об этом комплексе подробно в своем очень старом, еще неумелом видео. Я дам ссылку, сможете посмотреть. Там я подробно рассказываю, что это за центр. Сегодня суббота, но здесь работает супермаркет Стоп Маркет. Это сеть супермаркетов, которые работают 7 дней в неделю. Очень удобно, и потом я, конечно, в него зайду. Я вам показывала, кстати, этот магазин когда-то. А сейчас мы поднимемся наверх. Здесь работают также магазины в субботу. Вот магазин Дельта. Вот мы приехали. Здесь развлекаловка для детей. Конечно, многое закрыто, но кое-что и работает. Здесь находятся, как вы видите, картинные галереи. Здесь изготовляют рамки для картин, но можно и полюбоваться. И, конечно, всегда какие-то выставки. Посмотрим, что здесь. И здесь замечательный двор. Я тоже его уже показывала, но, может быть, выйду еще раз. Ну, выставкой можно назвать условно. Это выставка продажа. Можно купить. Вот очень красивое дерево. Это, конечно, оливковое. Зачеркнута цена 6800. И написано 3500 шекелей. Ну, сегодня доллар примерно 3,5. Так что это 1000 долларов. Вот эта вот работа 1000 долларов. Вот мы оказались здесь на очень интересной выставке. Выставка «Конимбельват». Только покупатели. Здесь на картинах изображены покупатели магазинов. Сейчас я вам покажу выборочно, потому что картин здесь очень много. И вот автор этих картин и ее телефон, если кого-то заинтересует, я ее не рекламирую, я даже не знакома с ней. Если кого-то заинтересует, может ей звонить, покупать работу. Здесь они перенумерованы. И здесь изображены исключительно покупатели магазинов. Но я должна сказать, что они, несмотря на, на мой взгляд, несколько китчевую направленность картин, они мне нравятся. Такие сочные, яркие цвета, такое движение, как бы ты чувствуешь в этой картине живость. И в таком духе вся выставка. Люди на эскалаторах, люди в магазинах, люди в коридорах торгового центра. А вот этот магазин я уже, по-моему, показывала. Это магазин деревянной игрушки. И снаружи разные деревянные игрушки, в которые дети могут приходить и играться. Но магазин сегодня вот не работает. А раньше он в субботу работал, помните мне. Но здесь все из натурального дерева и хорошего качества. Вот такое маленькое детское царство здесь. Вот это картина художника, который держит здесь галерею и делает также и рамки для картин. Я с ним не раз разговаривала. Его зовут Шим, он забыл его фамилию. И он сказал, что у него русская школа. Но он, конечно, не русский. И вообще он родился в Израиле, учился тут. Может быть, даже в Европе учился. Вот его имя, но вот фамилию я не помню его. И сегодня здесь закрыто. А раньше в субботу все работало тут. Я просто удивляюсь, что это за тенденция. И вот у него вот такие пейзажи. Действительно, в общем-то, стиль работы – это не стиль работы израильских художников. Что интересно. И картины все эти можно купить, которые я здесь показываю. Вот петух какой роскошный. Ты посмотри, какой роскошный петух. Посмотрим, сколько стоит этот пейзаж. Вот цена. 4 600 шекелей зачеркнуто. 2 499. Вот здесь динозаврик этот вечный. Всегда он тут стоял и стоит. Самое необычное в этом торговом центре – это купол. Расписанный в синих цветах. Великолепный. Я о нем рассказывала тоже в своем старом видео. Все время вас отсылаю к этому видео. Поставлю ссылку. Не буду второй раз рассказывать. Замечательно. Здесь также находится музей кукол. В куклах рассказана история еврейского народа, собственно говоря. И я, конечно, второй раз туда не пойду. Я это все показывала очень подробно. Это мы поднялись уже на третий этаж. Здесь тоже есть картины, которые продаются, конечно. Есть кафе, мандарин. Оно работает. Эти картины огромные. Человеческий рост. Вот эти столы, которые стоят, это со дна мастерская. Здесь люди приходят и занимаются. Конечно, в будние дни. Это цветет магнолия. И вот такое вот дерево. Интересное. Сухое. Вот так выглядит двор торгово-культурного комплекса Кастро. Так он расписан снаружи художниками на танохические темы. Как вы видите, райский сад здесь изображен и так далее. Разные эпизоды. Я рассказывала об этом подробно, повторяться не буду. Этот комплекс называется Кастро. В честь древнего города Кастро, который находился на этом месте. И производились археологические раскопки. И то, что раскопали, выставлено здесь же, в этом же торговом комплексе, в маленьком музее. Все это тоже смотрите в моем старом видео. Вы меня спросите, почему ты снова снимаешь видео? Раз ты снимала уже Кастро. Ну, во-первых, я сняла очень плохо. Может быть, сейчас у меня получится лучше. Кроме того, есть много новых подписчиков, которые не знают, что у меня есть такое видео. Не знают об этом интереснейшем месте. Поэтому я снимаю еще раз. И заодно немножко рассказываю. И, может быть, вы увидите что-то новое, чего не было в том видео. На этом мы попрощаемся, дорогие зрители. Ставьте лайки, если вам понравилось, если было интересно. И дизлайки, если не понравилось. До свидания. До новых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует...